Мусульмане с разных стран мира в этом году впервые после пандемии посетили святые места Мекки и Медины. Сезон хаджа подошел к концу, но не для всех он завершился благополучно. Как передают СМИ, в различных регионах России были раскрыты мошеннические схемы, в которые попадались правоверные. Так, Евразия Дейли со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что аферисты действовали в Чечне. Правонарушитель действовал по принципу сетевого маркетинга. Он обещал верующим, что они отправятся в хадж бесплатно, если привлекут жителей республики, которые внесут за хадж деньги. В частности, по такой схеме они завербовали жителей Гудермеса. Мужчина, возможно, сам стал жертвой своего работодателя. Обманутый заверил, что искренне верил в то, что навязывал своим клиентам. Еще один случай завиксирован в Дагестане. В республике отправкой паломников в хадж ежегодно занимается туристическая компания Марва Тур. В полиции сообщили, что зломышленники выдавали себя за сотрудников этой компании и собирали деньги с паломников. Узнав об этом, компания предупредила верующих через СМИ о том, что жулики с разных аккаунтов в соцсетях рассылают предложение «сделай бронь на хадж» и требуют перевода денег за это на их личные карты. Как отметили в компании, никто из действующих сотрудников так не делает. Компания принимает денежные средства только на расчетный счет Марвы Тур. Кроме этого, в последнее время стали появляться различные сомнительные турфирмы, отправляющие людей в хадж. Эти компании предоставляют услуги по заниженным ценам, но вместе с этим жилье для паломников находится на окраине Мекки. Бытовые условия для проживания не соответствуют требуемым нормам, трансфер не предоставляется, что вынуждает верующих перемещаться на такси, которое обходится от 50 до 150 долларов в одну сторону. В результате паломники, попадая в безвыходное положение, затрачивают гораздо большие суммы, чем планировали. Продолжение следует... Продолжение следует...